Привет всем, мои дорогие! Спасибо, что заглянули ко мне на огонёк. Это очередной отчёт по процессу Ура-каникулы от фирмы Мария Скусица. Набор любезно предоставил магазин Мир Вышивки. Ссылку вы найдёте внизу под видео. А я вообще рассчитываю на то, что это предпоследний отчёт. И в следующем отчёте я планирую показать уже готовую работу. Ну, нет смысла долго тянуть, да, с такой работой. Она, в принципе, не большая, не сложная и, собственно говоря, нужно двигаться дальше. В жизни будет ещё много прекрасных наборов, да и вообще, в принципе, рукодельных проектов. Как вы знаете, я хочу сплести кружевное платье. Я думаю, что после того, как я полностью перед вами отчитаюсь по данному процессу, я уже целиком погружусь в кружево на довольно-таки долгое время. Я поняла для себя, что тяжело мне работать в мультирукодельном режиме. Всё-таки я люблю всё делать последовательно. Сначала одно закончила, второе закончила и так далее. Одновременно у меня пухнет голова, я теряюсь, отпадаю в депрессию. Ну, вот так вот выглядит в этом отчёте моя работа. Как вы видите, всё подготовлено для того, чтобы уже начать вышивать кота. Всё самое скучное и неинтересное. Я уже вышла, также вышла и листочки. Листочки мне, кстати говоря, очень приятно вышивать. Они очень сочные, очень такие яркие. И у меня удовольствие. По крайней мере, от таких вот жёлто-зелёных тонов я ни капельки не устала. Мне это очень нравится. Мне нравится, что листочки обрамлены бэкстичем. Ну, не знаю, в общем, нравится мне эта работа. Ну и, соответственно, вот-вот должен появиться кот. Вот, на самом деле, кота я уже вышиваю вовсю. Просто, скажем так, мои съёмки видео, они немножко запаздывают относительно того, что происходит на самом деле. Ну, просто я с большим трудом сейчас выкраиваю время на съёмки. Больше люблю что-то делать. Сейчас у меня параллельно с рукоделием много всего, что в жизни происходит. То мужу надо с работой помочь, то там ещё чего-то по дому сделать. Ну и, тем не менее, насколько вот у меня хватило терпения, да, вышивать всё, кроме кота, и не скучала ли я по коту? Может быть, вам покажется мой ответ удивительным, но нет. Почему? Потому что у меня самой живёт две кошки. Как многие знают, это канадские сфинкс, это голые кошки. Они очень активны, они активны в течение дня, по вечерам. Они интересуются всем, что я делаю. А мои красавицы, они, я не могу сказать, что они большие подружки между собой, они очень такие индивидуальности, но хотя перед лицом общей опасности они, конечно, вместе дружат. Как только всё хорошо, каждый удаляется в свой угол и так далее, и тому подобное. Мне в течение дня приходится много внимания уделять кошкам относительно. Это не только элементарно покормить, налить водички, там, убрать туалет. Это просто пообщаться, погладить, помурлыкать, поиграть, если нужно. Укрыть, потому что им прохладно, их нужно укрывать всё время одеяльцами, полотенцами. И, как видите, с такими вот питомцами особо не заскучаешь. И какая бы я горячая поклонница кошек ни была, иногда бывает такое настроение, что кошек что-то слишком много в моей жизни стало. И тогда, да, я отвлекаюсь от вышивки кота или от самих кошек, чем-то начиная заниматься несколько иным. Но, тем не менее, я рада тому, что в моей жизни есть такие две замечательные красавицы. Я рада тому, что есть такой замечательный набор. Так что, дорогие мои, спасибо, что были со мной. Посмотрели это спонтанное видео, послушали мою болтовню про кошек и ждите моего следующего, последнего отчёта. Как скоро будет он, я не знаю. Надеюсь, что всё-таки это будет в начале августа. Всем спасибо за внимание и до встречи в следующих видео. Пока-пока!